В селе Криуши растет социальная напряженность. Местное население недовольно действиями работников газовой службы. Последние приходят в дома для так называемой опрессовки труб. Но после этого из кранов почему-то пропадает горячая вода. Почему? Узнавал Павел Игнатьев. Горячая вода в квартире Марии Ефименко пока еще есть. Но останется ли она там завтра или послезавтра, пенсионерка ответить не может. Газовое оборудование, установленное пять лет назад, в скором времени может оказаться вне закона. Все нормально. Тяга хорошая. Газовики без конца приходят, проверяют. Ну чем не устраивают, я не понимаю, людей? Зачем они у нас хотят отрезать колонки? Местные власти выносят печальный для селян вердикт. Из 27 многоквартирных домов, возведенных в Криушах, газовые колонки разрешено устанавливать только в четырех. В остальных нет дополнительной вытяжки. Жители говорят, что узнали об этом совсем недавно, когда резко активизировались газовые службы. Сначала они рассылали людям листовки, потом взялись за дело. В объявлении была прессовка газа. Я впустила, как людей. Ну и все, и они взяли, обрезали без всяких. У вас незаконно стоит колонка. Вот и все. Ну 40 лет они были законные. Сейчас в одно время стали незаконные. Это как? Пускай кто-то объяснит. От общения с журналистами газовщики деликатно ушли. Мол, с жителями договорятся без посредников. Но почему этого не сделали раньше, видимо, так и останется загадкой. Ответа на которую нет и у местных властей. Должны были собрать. Я бы говорил о том, что соберите людей, объясните, почему сегодня вот этот процесс будет осуществляться. Это ничего, это желание, это просто безопасность всех жителей, которые проживают в этом доме. К слову, диалог между сторонами локального конфликта все-таки состоится. И произойдет он уже сегодня. Но устроит ли жителей села к доводу газовщиков, вопрос довольно спорный. Уже сейчас они заявляют, что свои права будут отстаивать до конца. Если понадобятся, дойдут до прокуратуры. Павел Игнатьев, Дамир Губеев. Вести Ульяновск из села Кривуши.